Все знают о таком популярном блюде итальянской кухни как ризотто, а сегодня сделаем его аналог, где вместо риса используют обычную гречку, рассказывая вам о том, как приготовить гречито. В гречке в нашей стране особые отношения, ее часто используют для приготовления супов, гарниров, вторых блюд, гречневое ризотто или греччато можно приготовить с мясом, с грибами и сыром, с овощами, блюдо вкусное и простое, вам обязательно нужно сделать такое. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Если лук большой, то хватит и один штуки, а если поменьше, то используйте две штуки, очистите его и нарежьте мелким кубиком, разогрейте сковороду с растительным и сливочным маслом, затем выложите лук и обжаривайте, чтобы он был прозрачный. Грудинку нарежьте тонкими полосками, затем добавьте ее в сковороду к луку и перемешайте. Очистите грибы и нарубите их меленько, выложите в сковороду к остальным ингредиентам, обжаривайте до испарения жидкости. Вымойте гречку и переложите ее в сковороду, перемешайте, влейте половник бульона, затем перемешайте и готовьте, пока вся жидкость не впиталась, затем снова влейте бульон. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Попробуйте гречку на готовность, если крупа уже почти готова, то влейте сливки, 15-20% жирности. Твердый сыр натрите на крупной терке, 50 грамм сразу добавьте в сковороду, перемешайте, посолите по вкусу. Разложите блюдо по тарелкам, украсьте оставшимся твердым сыром и сразу подавайте. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. А теперь ингредиенты. Луковица 1-2 штук, шампиньоны 150 грамм, гречка 200 грамм, грудинка копченая 50 грамм, бульон 0,5 литра, сливки 50 миллилитров, твердый сыр 100 грамм, сливочное масло 30 грамм. Растительное масло, по вкусу, количество порций, 4. Комментируйте, подписывайтесь, лайкайте, подписка, гарантия того, что не пропустите свежие вкусняшки. Пока-пока.